Это поподробнее можешь рассказать, как там видится-то, как он мир творится и как он там смотрится. Ты мне скажи, какая в твоей жизни есть трудность? Мы ее давай обсудим. А как мир смотрится, как устроена вселенная? Это все разговоры почти ни о чем. Хорошо, как бросить алкоголь и сигареты? Давно уже алкоголь с сигаретами? Ну я лет десять не употреблял, потом где-то полгода, наверное, опять начал. Почему? Что за события были накануне? Работу поменял, другой коллектив, менталитет. Наверное, это в какой-то мере повлияло. Надо посмотреть, что именно ты заливаешь и закуриваешь. Да мне просто само состояние нравится, то есть расслабон сильный в этот момент психологический. Тогда зачем бросать, если тебе нравится? Тебе же нравится состояние, ну и все. Зачем бросать? Ну это же вредно и трата денег на... А это не аргумент? Это уже не аргумент. Больше, чем вредно получается. Никак не бросишь. Да, забавно ты отвечаешь, конечно, на эти вопросы. Ну а что, что еще сказать? Ну вот тебе что-то нравится, ты что-то любишь и спрашиваешь, как мне бросить то, что я люблю? Ну пока ты любишь, пока оно тебе нравится, как же ты бросишь? Ну там есть... Что ж тут забавно? Понятно, логично. Нет, ну там есть и составляющая вреда для здоровья. Она есть. Вот смотри, у тебя как бы в этом вопросе есть несколько приоритетов. Все эти приоритеты, сотни тысяч аргументов там, они все сведутся к двум. К двум. И ты будешь между двумя выбирать. Вот у тебя сейчас все свелось к двум. Вред и радость. И радость получается больше. Все, ну что ты сделаешь? Вред пока не стал чувствоваться. Тебе должно хреново стать. Тогда вреда станет больше, понимаешь? И ты поймешь. Это раз. Во-вторых, ты должен посмотреть, что именно заливается там. Если ничего не заливается, если это все просто в радость, то как же ты бросишь? Тебе нравится. Никак не бросишь. Да не, ну заливается, конечно. Я думаю, там какая-то боль и одиночество. Там такая смесь всякой фигни, короче. Ну тогда ты должен рассмотреть реально это. То есть всякий раз, когда ты наливаешь себе очередной стакан, ты должен сказать, я сейчас не радуюсь, а заливаю боль. Но ты должен знать, какую. Я сейчас заливаю боль. Если ты перед каждым стаканом начнешь это себе говорить, поверь, ты быстро бросишь. Потому что это не работает. Надо боль рассматривать, а не заливать. То есть компенсация, она облегчает, как скорая помощь. Но если она становится хронической, то, понимаешь, хроническая скорая помощь – это уже странная вещь. Все, это уже алкоголизм. Это уже беспомощное, слабость там и так далее. А вот рассмотрение боли, что-то, не знаю, я, наверное, неправильно это делал. Как-то оно в моем случае, ну, может быть, уменьшило боль на 5-10%, но я это бросил. Ну, Лиз Бурбоя читал по твоим рекомендациям. Просто оно вообще в моем случае практически, ну, нифига не работает. Вот рассмотрение боли. Значит, боль не сильная, значит, нет конфликтов. Нет, боль достаточно сильная. Блин, ну, блин, для меня она огромная, на самом деле, эта боль. Ну, если она огромная, так как же ты не можешь с ней разобраться? Если ты знаешь, что она огромная, что тебя останавливает. Она не уменьшится, она не проходит, ну, полностью. А как она уменьшится, если ты ее все время компенсируешь? Перестань компенсации, прекрати компенсации, тогда ты ее увидишь, как она пройдет. Компенсация – это надо что, пойти в монастырь, вообще от жизни отключиться, от материальной там? Нет, прекрати ближайшие компенсации свои. Алкоголь, курение, прекрати. И тогда ты начнешь смотреть в боль, она станет более явно. Я 10 лет ни пил, ни курил, и ничего с этой болью не происходило. Возможно, ты чем-то другим ее компенсировал? Спортом, интернетом, друзьями? Невозможно, конечно, а точно. Ну, то есть, получается, чтобы по Лиз Бурбо работать с болью, нужно отрешиться от мира и сесть в пещеру. Ну, тогда, потому что можно любую компенсацию придумать себе. Вот отключишь интернет, начнешь, увлечешься рисованием. Так, это тоже компенсация. Убираем рисование, начнешь фантазировать. Ну, тогда просто нужно сесть в пещеру, короче, запереться от всего и сидеть. Ну, только так тогда по Лиз Бурбо получится работать с болью. Наверное. Значит, во-первых, это не по Лиз Бурбо, а по Юрию Миничихину. Лиз Бурбо таких рекомендаций не дает. Это раз. Во-вторых, не надо идти ни в какую пещеру. Надо, первое, не открывать бутылку. Второе, не тянуться к сигаретам. Третье, не открывать холодильник. Четвертое, не открывать интернет. Зачем в пещеру уходить? Останься. Один день попробуй это все не делать. И ты начнешь смотреть боль. Ни в какую пещеру не надо уходить. Один день попробуй этого всего не делать. И она начнет усиливаться. Так ты ее начнешь смотреть. Она же не останется прежней. Тебе станет хреновато. Ну вот и у твоих, так скажем, не учеников, а практикантов. Что, у всех громадные результаты через эту практику? Те, кто делают это, неизбежно там будет результат. Потому что невозможно. Если у тебя заболело, и ты не облегчаешь это, она станет больше. Понимаешь? То есть тебе хреново становится. И ты начнешь ее смотреть. А как ты ее рассмотришь, если ты все время облегчаешь ее себе? Результат и у меня есть от этого. Но он 5-10%. Вот я спрашиваю, насколько процентное соотношение твоих практикантов? У них на сколько процентов? У меня статистики нет. Я не собирал. Но люди пишут о том, что после тренинга «География меня», где все это подробно разбирается, начинает перестраиваться жизнь и перестраиваться именно событийный поток. То есть события начинают меняться. События будут критерием. Понимаешь? Событийный поток должен быть критерием. Ты должен включиться в более живую, активную, яркую, радостную жизнь. Если этого не происходит, значит, ты продолжаешь компенсацию. Так, интересно. Ну, слушай, что тебя удивляет? Ну, это реально схема. Вот как бы пойми. Вот твое сердце. Вот такое сердце. Вот оно большое. Оно само по себе любящее и радостное, свободное. Понимаешь? Оно ничего другого не умеет. Как любить и радоваться. Понимаешь? И тут с детства тебе это сердце начали закрывать. Тебе его закрывать начали. То есть оно само не испортилось. Его нельзя испортить. Понимаешь? Оно не портится. Но оно закрывается. Закрывается болью, которая приходит извне других людей. И в какой-то момент ты начинаешь общаться с миром через вот эту границу боли. Тебе самому хреноват? Я с этим заквали. Теперь смотри, что дальше получается. Тебе получается, вот это надо посмотреть. А ты это все время облегчаешь. Закрываешь чем-то. Закрываешь и не смотришь. Если ты не прекратишь облегчать, тогда ничего не поменяется. Для того, чтобы посмотреть, не надо идти ни в какой монастырь. Не открывай холодильник просто. Не открывай бутылку. Все. Ну попробуй неделю, например. Не так, что у тебя все хорошо, понимаешь, и ты неделю выдержал. А именно когда тебе хреново не открывать. Я, наверное, ну к чему просто говорю, что я бутылку-то не открывал лет 10. Да, но может теоретически я компенсировал там чем-то другим. Например, допустим. Я же не могу себя судить, да. Может быть, ты и прав. Просто получается лично с моего опыта, что результат просто 5-10%. Вот от этой практики. Ну, наверное, я что-то неправильно делал. Результат стопроцентный. Если ты прекращаешь компенсацию, результат стопроцентный. Он не может быть 5-10%. Понимаешь, как он может быть? Понимаешь, вот я попал в конфликт. Я попал в конфликт какой-то. Мне стало хреново. И я вот должен выследить все привычки, связанные с состоянием, которое называется хреново. Что ты привык делать, когда тебе хреново? Посмотри и всё. И не делай это. Я не знаю там. Может, ты не открываешь бутылку. Но что ты привык делать, когда тебе хреново? Вот что ты должен прекратить. А так ты говоришь, я бутылку не открывал 10 лет. А что ты делал, когда тебе хреново было? Вот это прекрати. Может, ты вешался на шею другу. Может, ты сидел, торчал там в интернете. Я не знаю. Может, ты грушу бил там на агрессию свою, выпускал. Я не знаю, как ты боролся с тем, что называется хреново. Ну, например... Хреново надо посмотреть, осознать, а не компенсировать. Всё. Всё. Зайди в свой страх, и ты увидишь силу, которая за ним лежит. А ты говоришь, 5-10%. Ты не заходишь, выход. Наверное, да. Не, ну, конечно, я делал. Выходит, я компенсировал тем, что, например, я общался с людьми, и мы друг другу сливали эту боль. То есть рассказывали... Однозначно. Это не просто сливание. Там включается рационализация, объяснение включается. Понимаешь? Там объяснение включается. Как только ты поделишься, оно сразу облегчается. То есть, ну, всё, что рассказал, уже не своё. Именно. Но этим я постоянно занимал. В этом рассказе идёт объяснение причин. Рационализация там идёт обязательно. Ты обязательно рассказываешь, что именно с твоей точки зрения было причиной того, как ты себя повёл, почему-то, кто там виноват во всём этом, понимаешь? Вот это всё объяснение тебе облегчает. Если человек соглашается с твоим объяснением, вот тебе и облегчает. Да нет, он просто слушает всё. А? Он просто слушает и всё. Ну да, он выслушивает. Молчание – это знак согласия. Знаешь, как я говорю? Ну да. Он просто выслушал и молчаливо согласился с тобой. Он же не возражает тебе. И возникает эффект облегчения со счёт объяснения рационализации и понимания. То есть, разделения твоей точки зрения. Ну, вроде как ты прав, но вселенная неправа. Неправа. А потом наступает снова ситуация, в которой ты ведёшь себя точно так же. Вот и вся история. Если ты дальше в ситуации ведёшь себя по-другому – пожалуйста. Значит, всё сработало. Но ты же ведёшь себя точно так же. У тебя та же самая реакция. Такое же недовольство, такие же агрессии, такие же капризы. Ну, смотри, ты продолжаешь испытывать боль. Ты сам про это говорил. Просто как получается? То есть, у тебя, например, эта боль уменьшилась на 50% или на 70%? Ну, то есть, вот эта техника твоя… Смотри. Первое. Ты доходишь до такой точки, в которой видишь себя как больше, чем боль. Это раз. Во-вторых, боль невозможно прекратить. Жизнь будет продолжать тебе делать больно. Боль не исчезает из жизни. Это псевдозадача – убрать боль из жизни. Первое. Надо понять, что я больше, чем боль. А в детстве было всё наоборот. Боль была больше, чем я. Я сдался боли. А сейчас ты должен почувствовать, что ты больше, чем она. А второе – ты должен прекратить её облегчать. И третье. К боли добавляется чувство вины, обвинения кого-то. Так вот, раздели эти вещи. Боль останется. Сожаление о чём-то остаётся. От потерь, от чего-то ещё. От нестыкова каких-то. Сожаление останется. Обвинения надо убрать. Беобвинения сразу станет всё на свои места. Понимаешь? Невозможно жить без боли. Но это надо стать бесчувственным каким-то деревянным, чтобы не чувствовать боль. Будут в жизни ситуации, которые будут доставлять тебе боль. Не привноси туда обвинения. Ну вот, а, например, мысли, что это всё происходит по моей карме и некого винить, это просто мои поступки ко мне возвращаются. Это не обвинение? Это рационализация. Это объяснение. Но это нормально? Нет. Надо ясно посмотреть, почему ты там так поступил. Какую слабость ты там конкретно проявил и какой силы тебе конкретно не хватает. Боль закрывает твою силу какую-то. Пока ты её не достанешь, ты не заживёшь на полное сердце. Понимаешь? Вот ты сейчас живёшь кусочком сердца, оставшимся живым. А вот этот кусочек словно не живёт. Он всё время болеет и компенсируется. А ты хочешь жить на всё своё сердце. Понимаешь? Вот и вся история. И пока ты не рассмотришь этот кусок, который всё время закрыт, компенсируется и так далее, ты никак не заживёшь. То, что ты себе объяснил, это кармой, никак не меняет твою ситуацию. Я всё равно неприятная, больная и так далее. Ситуация же не меняется. А фраза «Господи, пусть будет воля твоя, а не моя» и вот проживание её, она тоже рационализация? Ну послушай, сама фраза говорит о том, что ты говоришь «пусть будет воля твоя». Это ты ему говоришь «пусть будет твоя». То есть ты, получается, словно разрешаешь, чтобы была его воля. Ну да, я как бы не борюсь с происходящим. Так вот, если наступает согласие у тебя, ты не борешься, согласие, тогда не компенсируй. Стало плохо – переживай свою боль. Смиренно – переживай свою боль. Зачем ты компенсируешь? Если это его воля, он тебе создал какую-то ситуацию, ну тогда всё, проживай её. Так, эта фраза уводит от боли. Эта фраза уводит от боли. Нет, она тебя смиряет с тем, чтобы ты перестал сопротивляться этой ситуации. Сопротивляться. А это значит, рассмотрел и погрузился. А ты её компенсируешь. Да, это не сложный вопрос. Это всё просто. Это реально очень просто. Стало плохо – ничего не делай. Вот ничего не делай. Когда спрашиваешь, что делать с болью, я говорю – ничего не делай. Тогда ты её рассмотришь. Вот ничего попробуй, ничего с ней не делать. Посмотри на свою боль. Это твоя родная боль. Посмотри её. А вот стеснение и боль – это разные вещи. Вот когда человек стеснительный и боль у него – это разные вещи. И разные подходы работают. Там источником стеснение является следствием того, что ему сделали больно. Например, его где-то унизили, он получил боль унижения. И компенсирует её теперь стеснением. Стеснение – это уже результат полученной боли. Ну и как работать со стеснением, например? Человек стеснительный, да? Ты стеснительный? Я как работал? Смотри. Я, короче, лет там шестнадцать. Это ты стеснительный? Да я нет. Я, наверное, уже не стеснительный. Я работал как… Значит, снимаем вопрос про стеснение, снимаем. Мы не обсудим стеснение другого человека. Зачем мы его обсудим? Да нет, просто подход у меня был к этому такой, что я просто как в спорте. Начал через силу подходить и знакомиться. Там меня всего передёргивало. Так ты имеешь в виду с болью то же самое, что ли, делать? Тут тебе больно, и ты через силу всё равно ходишь такой весь, типа, я не знаю, тебе больно, плохо. Я просто не понимаю, как вот это… Вот с болью не понимаю, потому что лет, наверное, десять пытался, вот так вот, как ты примерно объясняешь, с болью. И там пять-десять процентов, ну максимум, что оно дало вообще вот это вот. Ну, значит, тебе надо другие способы. Мой способ, видишь, не ложится тебе. Либо я его понимаю, либо не понимаю его. Хорошо, если есть возможность ещё вопросы задавать, то вопрос, например, у меня не получается создать семью, и я не нравлюсь девушкам, ну, которые нравятся мне. Как вот это, ну, как это, короче, разрулить? Ну, нравится мне там одна, вторая, да, обычно я им не нравлюсь. Но, наверное, у меня слишком большой запрос, я так понимаю. Они там на десятку, как ты говоришь, да, а я на троечку. Вот, а есть, которым, ну, нравлюсь я, но мне что-то они как-то, ну, не особо. Вот. Как вот, вот, как бы на тех, на десятку замахнуться? Десяткой становиться, да, тебе надо? Надо посмотреть, чем ты себе не нравишься. Ты сам себе чем не нравишься. Ну. Ты себе на десятку нравишься? Нет, конечно. Тогда смотри на все, что тебе лично не нравится. Когда ты сам себе будешь нравиться, у тебя поменяется все. Глаза, речь, выражение лица, поведение, жесты, все поменяется. И придет та девушка, которая тебе будет соответствовать. А сейчас ты как бы сам себе не соответствуешь. Как же может прийти соответствующая девушка? Ты говоришь, вот она мне нравится, а ты ей не нравишься. Ну, так ты и сам себе не нравишься. Ну, есть же самовлюбленные люди, которые прям себе нравятся, и это не значит, что... Они меня не волнуют. Мы обсуждаем тебя и меня. Все. Мы других людей никогда не обсудим. Хорошо. Хорошо. Смотри, что тебе в тебе не нравится. И разбирайся с этим. Чего? Это должно мне нравиться, что ли, что мне не нравится? К этому спокойно... Слушай, это все равно, что ты говоришь. У меня дома бардак. Не сделан ремонт. В гараже все завалено. Ты говоришь, что-то девушки... Я приглашаю в гости, они посмотрят, зайдут, посмотрят и уходят. Странная история какая-то. А что тут странного? Если у тебя там бардак, ремонт, все завалено и так далее. Я не говорю, что она странная. Она не странная, она просто как есть. В жизни нет ничего странного вообще. Я не говорю. Так я и говорю. Ты говоришь, что... Ты спрашиваешь совета и спрашиваешь, что мне делать? Я тебе говорю, надо сделать ремонт. Надо выбросить все из гаража. То бишь, надо другими словами, надо больше зарабатывать денег, более респектабельно жить, чтобы замахиваться на красоток. То есть ты так говоришь? Нет, не на красоток. На радостных, нормальных девчонок. Ты сейчас сам не радостный, а хочешь себе радостную. Понимаешь? Ты себе нормальную радостную хочешь? Я тебя спрашиваю, ты сам нормальный и радостный? Ты говоришь нет. Чего тебя удивляет, что радостные не приходят? То есть радостные брюнетки с третьим размером груди, короче, да, такие вот, они обязательно радостные? Точеные такие вот, да? Как бы, да, как бы... Ты сейчас вообще несешь ерунду какую-то. Ты прилепил радость и внешность. Вообще, зачем ты это слепил? Ну, потому что... Женщине часто нравится внешность. Понятно, что еще доброта. Слушай, ну о чем речь вообще, а? Ты считаешь себя некрасивым? Нет. Ну все, то есть по внешности ты нормальный. Контакт состоится, ты можешь понравиться по внешности, но ведь дальше начинается общение, и в этом общении выясняется твое состояние души. А в состоянии души у тебя первый критерий, о котором я говорю, является радость. Понимаешь? Есть у тебя радость? Нет у тебя радости. Вот и вся история. Ну что тебе непонятно? А при чем тут размер груди брюнетка или блондинка? Ты рано или поздно выясняешь, она радостная или нет. И ты радостный или нет. Все. Если два человека радостные, так они останутся вместе. Это здоровые, нормальные люди. А у тебя невротический, недолюбленный сценарий. Понимаешь? Ты пытаешься его как-то компенсировать себе и притянуть в свою жизнь нормальную, здоровую девушку. Как она туда придет? Она к невротику не придет. Ты сам не радуешься собственной жизни. Ну так что тебя удивляет? При чем тут размер груди вообще? Понятно, что ты будешь выбирать себе там сначала по внешности, типаж свой там и так далее. Ты среагируешь именно на свой типаж. Ты считаешь, реально можно изменить такой психотип, как у меня? Может быть, это просто уже как отпечаток. И так жить просто и все. Ну все, тогда ставим крестик на тебе, как на женихе. Ставим крестик и закрываем вопрос. Все. Если ты сам не веришь, что это можно изменить. Все, ставим крестик. Так нет, я спрашиваю. То есть можно изменить, ты считаешь, да? Однозначно. И главное, что делать? Любить тебя? Или что? Исследовать свою боль. Ага. Ну ладно. И главное, и с этим у меня главная проблема. Не получается у меня эту боль исследовать. Если у тебя у самого не получается, ищи помощника, терапевта. Обращайся. Найдешь. Ну ладно. Спасибо, мастер. Пожалуйста. Уговорил, называется. Фамиль, добрый день. Вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Добрый день. Привет. Так. Юра, приветствую. Я тебя не вижу. Почему-то хочется увидеть тебя. Может быть, у меня есть что-то. Я в эфире, да. А, вот. Все. Рад тебя очень видеть. Первое слово, которое приходит, когда я тебя сейчас увидел, стопроцентно ясноговорящий. Спасибо тебе большое. Вот. Привет тебе огромное из Казани. И я сейчас попробую, хоть насколько смогу ясно выразить свой вопрос. Вот. Давай. Смотри. У меня зацепилась твоя фраза, вот, меняется материал восприятия. И я увидел, ну, образно опишу, как я смогу это. Я увидел, словно ум, как некую мушку, которая крутится. А вот это пространство вокруг, я сейчас вижу, как само восприятие, но оно вообще не меняется. Ну, я как пример приведу. Вот я ехал вчера, например, в общественном транспорте. То есть есть тело, есть автобус, который едет. Но само пространство, оно не двигается вообще. Оно живое. Но я его, если я сейчас скажу, что это свет, это будет очень банальное слово, не совсем то. И вот я чувствую, что, если я сейчас скажу, что это глаз, это тоже не совсем то слово. Это некое, ну, живое. Вот так хочется сказать. Это так или нет? Да, все очень похоже. Ага. Тогда следующий вопрос уже из этого. И вчера, ну, такое пиковое это было, глубокое ощущение. И я вчера вот увидел такую штуку еще. Вот люди идут мне навстречу. И я смотрю, вот это тело пустое, там ничего нет. И как только люди идут навстречу, сразу возникает как некая реакция какая-то. Это как фильмный терминатор, ну, условно говоря, жидкий металл, принимает любую форму. И я просто удивился, как будто ум может принять тысячи разных форм. И он каким-то становится удобным, хорошим. Там каким-то, может быть, мужчина идет навстречу, чуть-чуть защищающимся. Вот. И вот сейчас тоже стараюсь выразить мысль, и волнение такое идет. То есть я вижу такую штуку, что есть тело пустое, есть пространство живое. И оно всегда, оно и есть сейчас. Вот я так это чувствую. Вот. И вот, или вот в этом теле, или вот в этом каком-то близлежащем пространстве появляется некая сущность, которая вот на этот мир сейчас реагирует определенным образом. Она появляется и исчезает. Вот такая штука. И это происходит буквально в какие-то микромгновения. Может быть, так, что ли? Вот я хотел услышать вот об этом. Что ты можешь сказать? Так, что ли? А что? Ну, ты попал в измененное состояние. в расширение восприятия, в смещение, можно сказать, точки сборки своего внимания. Поздравляю тебя. Могу только порадоваться за тебя. Что тут можно сказать? Хорошо. Продолжать тебе или нет? Или что? У тебя какие трудности? Безусловно продолжать. Я просто... Вот этот вопрос, то, что мы не видим, как мир мы сами создаем. Вот я хотел спросить. Вот я увидел, как эта сущность появляется и исчезает. Это не совсем то. Да, вот я об этом хотел узнать. Можешь рассказать? Надо смотреть дальше. Пойми, ты это не увидел через своё действие. Это через тебя, как произошло. Тебе как показали. Как показали. Ну всё, ну жди, буду дальше показывать. Раз тебя начали показывать, покажут дальше. А ты спрашиваешь, то ли тебе показали, не то показали. Как дальше? Это же не было твоим действием. Поэтому вопрос, как дальше, получается неуместен. Вот это точно не мое действие. Вот это спасибо, Юра. И ещё я тебе хочу сказать спасибо вот за одну твою фразу. Вообще она легла просто. То, что ты сказал, что мы все в десяточке. И у меня такое событие в жизни случилось много лет назад. Ну, в подростковом возрасте, за которое я себя корил много лет, что я там был слабым. И только недавно я осознал, вот я сейчас говорю, даже мурашки бегут. Я осознал, насколько я там был сильным, просто невероятным, так скажем. Я начал ходить на секцию дзюдо, а там первый приём, который учат, это как упасть, не ломая руку. И в общем ситуация такая. Мы первый месяц учим этот приём, и уже перешли на второй приём. Это уже второй месяц. И я у меня вечером во дворе с парнишками там случается, ну, просто я с соседним парнишкой начинаю бороться, а он на год младше меня, это вечер, вокруг много людей. И он меня успевает схватить за шею и успевает бросить. А в этот момент, я же этот приём отрабатывал, я мог руку не положить, но я её положил, и она хруст, прям хруст такой был. В общем, у меня двойной перелом случился. И я себя много лет корил за то, что, ну, я там сломал руку, что я был слабее его, пока я недавно не увидел, что наоборот я там был на самом деле, оказывается, сильным. То есть там уже было без выбора. Рука сломалась бы, если бы я её поставил, так и всё. Но я увидел, что мне было важнее моё чувство достоинства, нежели сломать руку. И мне так как-то стало, ну, хорошо, что ли, вот прям отпустило. И я увидел, что я в десяточке. Вот, и я сейчас это, так скажем, переношу на всю свою жизнь ума, личности. И я потихоньку словно это начинаю видеть везде, что везде десяточка. Что везде я вот... Чудесно, чудесно. Спасибо тебе. Вот именно этот процесс и начинает происходить. Да, то есть ты, если ты увидел это через какой-то один случай, тогда ты понимаешь, что вообще всё прошлое так сложилось. Вообще всё прошлое так сложилось. Это не только в этом случае. Значит, за всё своё прошлое у тебя не возникает чувства какого-то отрицания, обвинения, неприятия, чувства ошибки. Всё это уходит со всего прошлого. Дальше это чувство, оно тебе начинает наполнять настоящее. Ты видишь, и в настоящем я нахожусь в самом лучшем месте, и в самом лучшем варианте, в каком я вообще мог оказаться. И у тебя возникает доверие к тому, как будет будущее складываться. Ты и там будешь делать всегда что-то лучшее, из того, до чего ты можешь допетрить, как я говорю. И всё, вот и наступает выравнивание. Оно наступает просто от осознания, на самом деле, одного случая. Надо один случай увидеть, эту десятку. И ты увидишь, что она везде, эта десятка. И не только у тебя, она у всех. Спасибо тебе огромное за это. Всё просто, на самом деле, реально, это просто. Это такая большая радость. Но это не отменяет там переживания какие-то, сожаления. Это всё не отменяется. Сожаление же возникает, что руку сломал. Конечно, 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 да. Ну да. Но не надо обвинять себя. Сожаления никуда не денешься. Кто будет радоваться тому, что он сломал руку? Я сделал лучшее, я это увидел. Да, но обвинение-то можно убрать. И всё. И это сразу вот облегчает всё. Это снимается совсем по-другому. Да, отпускается совсем по-другому. Ты начинаешь видеть всё. У тебя возникает открытость в жизни. Ты продолжаешь жить, не боясь сломать руку. Да. Ты и дальше можешь сломать руку. Никто же не отменял. Как говорится, стёрто-стёрто, дай бог тебе здоровой жизни. Но у тебя возникает открытость. Ты дальше продолжаешь делать то, что ты хочешь, открыто. Ну, чего тут сложного? Всё очень просто, реально, на самом деле. Спасибо тебе большое за это. Я не знаю, такое вот действительно откровение, откровение. Прямо мне оно сейчас в жизни на всё словно разливается. Пожалуйста. Спасибо. И сейчас тоже я чувствую, что я говорю самые лучшие слова, которые я могу сказать. То есть прямо сейчас это происходит. А дальше ты увидишь, что ты их даже не говоришь. Ты просто озвучиваешь чувства, которые у тебя возникают. Да. Ты не говоришь слова. Ты озвучиваешь чувства. А дальше ты видишь, что это чувство ты не делаешь. Оно через тебя. Оно в тебе само возникает. Ты разве его сделал, это чувство? Оно само возникает. Я что-то тебе говорю, а у тебя возникает. На это возникает чувство. Ну и всё. Ладно, ты всё. Аж куда там ещё? Всё. Вот тут можно просто остановиться и понять, что жизнь просто через меня идёт. Происходит. Она происходит через меня. Я тут вроде как делаю что-то. Кажется, что делаю. Но если посмотреть всё, дойти до этого, ты увидишь, что ничего не делаешь ты здесь. Ты просто осознаёшь, как это всё происходит. И это реально волшебство. Тебе даётся одновременно такой микс. Ты как бы вроде реально действующий персонаж с полным чувством ответственности, боли, совести и всего там. И одновременно ты понимаешь, что ты абсолютно свободен от этих всех сюжетов. Ты абсолютно свободен от всего этого. Спасибо тебе, Юра, большое за эту ясность. Ясно говорящий – это лучший эпитет. Я не знаю, если я правильно выражаюсь. Спасибо большое. Да, спасибо. Я ещё один вопрос задам, пока он лежит. Как ты относишься… Я консультирую людей, работая психологом. Как ты относишься к миру образов? Вот я хочется… Вот пока лежит вопрос, он живой, очень хочется твоё мнение услышать. Вот мир образов. Вот ты общаешься с человеком, и у тебя всплывает образ. Вот как ты это видишь? Что это для тебя? Это какое-то изменение? У меня всё время всплывают образы. Я очень много через образы рассказываю. Я привожу примеры через образы. Они всё время всплывают, конечно. Это надо смотреть. В том числе в сновидениях всплывают разные образы. И по поводу своей жизни, и по поводу другой. Конечно, надо смотреть это. Там всегда есть что-то. Образ – это собирательная информация. Я её называю объёмной информацией. Образ – там сразу объём появляется. Как восточные слова. Там термин, один термин восточный, он содержит сразу объёмное значение. Например, в санскрите есть такой термин «будхи». Мы переводим там разум. Но на самом деле туда входит чувство, ценности, мудрость, опыт, интуиция. Понимаешь, это вот куча. А одно слово – «будхи», да, а там просто объём просто несоизмеримый с какими-то словами. Конечно, образы имеют большую силу. Хорошо. Юра, спасибо тебе большое. Я надеюсь, мы с тобой ещё увидимся. Хочу к тебе попасть ещё на зеркало подсознания. Прошлый семинар, который я у тебя был на географии… Ограничения. И мы ещё будем ездить, встречаться и общаться, конечно. Спасибо тебе большое. Прошлый семинар «География меня» он был для меня таким просто взрывом. Это столько всего там вылезло. Спасибо тебе большое. Мой ум тебя обесценил вначале, злой был. А потом я увидел в этом, ну, произошло так, как должно было. И всё. Спасибо тебе большое. Очень рад за тебя. У меня всё. Спасибо. Окей. Тимофей, добрый день. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Привет. Здравствуй, Юрий. Рад тебя очень видеть. Хочу выразить сначала очень огромную благодарность за твои видео, которые дают мудрость. И вы очень дали мне много силы справляться с какими-то вещами и продолжать дальше. Я был у тебя на сатсангах, на живых встречах, но как-то не решался задать вопрос и всегда приходил к такому ощущению, что только вопрос у меня появляется, как тут же приходят на него ответы и пропадает как бы смысл вроде как и задавать. Я уже на него ответил, ну, либо уже где-то это у тебя видел. И мне всё понятно. Это в Москве было пару раз. Окей. Вообще, я с Новосибирска. Сейчас я в связи с ситуацией в Новосибирске провожу время. В общем, у меня следующая такая, наверное, трудность. Не то что трудность, но вопрос, который периодически приходит ко мне. Эти вопросы по поводу любимого занятия и по поводу профессии, дела жизни, которым я занимаюсь. То есть ты всегда, ну, ты даёшь, да, совет, чтобы максимально получить результат в чём-то, удели максимальное внимание. Вот. Но в то же время я понимаю, что максимальное внимание, оно тоже не всегда от меня зависит. У меня как бы нет выбора, идёт у меня туда внимание или не идёт. Правильно? Да. То есть с одной стороны я хочу уделить, но с другой стороны я понимаю, я ленюсь потом, думаю, да нет, вроде лени не существует, я просто, ну, не идёт от внимания и всё. И вот у меня постоянно вот эта вот борьба. Подожди, ну ты же должен максимально в своём деле добиться результата, значит, надо максимально уделять. Это насилие какое-то получается. Вот смотри, у тебя возникает то, что называется осознанность, то есть возникает знание по поводу этой ситуации. Суть этого знания заключается в том, что ты что-то хочешь и думаешь, что стоит приложить 100% внимания, ты это получишь. Ты начинаешь прилагать и видишь, не идёт туда 100%, идёт, допустим, 40%. Тогда согласись с тем, что ты получишь 40% результат. А ты говоришь, что результат хотелось бы сотку. Да-да. Ты хочешь на 40%, а на самом деле, а говоришь, дайте мне сотку. Это как в магазин, ты пришёл, ты заплатил за 400 грамм, говоришь, килограмм почему не положишь. Ну всё, возникнет реально просто согласие, внутреннее согласие, осознанность возникает такая, ну да, я на самом деле так сильно не хочу это. Хочу, но не так сильно. А у меня возникает как будто объединение себя. Ну да, тут дальше надо посмотреть, что желание от тебя не зависит. Вот что важно понять. Это самое, я считаю, главное, что надо понять, что все желания, которые в меня входят, это не мои желания, это Господь через меня хочет, а не я хочу. И то, как Он хочет, и что Он хочет, это не мною регулируется. То есть получается, что у меня есть внимание на 40%, и я с этим соглашаюсь, соглашаюсь с тем, что остальные 60% уходят на девушку, на компьютер, на спорт, на какие-то там фильмы, интернет, ещё какие-то разные-разные-разные занятия. И я с этим согласен, что да, я готов тратить 60% на это всё, потому что у меня нет выбора, и это мне реально приносит удовольствие. Ну и профессия мне приносит 40%, и как бы в этом я не могу больше там нажать. Это автоматически либо произойдёт, да, либо нет. Вот и всё. Это твоя родная сотка. Эти 40 твои родные, и эти 60 твои родные. Это всё твоё родное, понимаешь? Ты говоришь, хорошо бы вот сюда, а куда ты это денешь? Если ты 100% в карьеру положишь, куда ты вот это всё? Ты начнёшь тосковать по девушке, по друзьям, по спорту, по развлечениям. Да, это всё нельзя выключить, это всё твоё. Но наступит момент, когда ты где-то чего-то захочешь, то есть жизнь, это не конкретная картинка, тут всё меняется, всё время меняется, эта шкала всё время бегает, это увеличивается, это уменьшается, это вообще может уйти. Просто вот это чувство ещё возникает, что мы смотрим на других людей, я смотрю на своих коллег, и смотрю, например, что кто-то добивается, кто-то делает карьеру, то есть я занимаюсь... У них своя сотка. Да, я думаю, господи, он, наверное, столько внимания уделил, он столько получает, почему же я не уделяю внимания, поэтому и не получаю, у меня начинается обвинение какое-то себя, почему же он это делает, а я так и не делаю, но потом понимаю, что у меня есть какие-то... Он смотрит на тебя и думает, вот, чувак, может полениться, может ни хрена не делать, может пойти с пацанами пиво попить, а я вот не могу, сижу тут и сижу. Да, получается, что у всех всё одно дано, просто нам со стороны каждый... Каждый живёт свою жизнь ровно, понимаешь, ровно в соответствии с состоянием души, там не может быть несоответствия, его просто не может быть вообще. Я понял, да, я понял. И состояние души ты себе не делаешь. Есть такая поговорка, душа лежит или не лежит, ну не лежит душа, ну положи её сам, переложи, давай, попробуй. Не получается? Не получается. Её, значит, кто-то тебе положил, а не ты. Ну я это, да, я это чувствую даже. Мы же объясняем так. Мы же именно так и объясняем, когда говорят, ну ты чего, зачем ты, почему ты вот этого не сделал? Ты говоришь, ну не лежит душа, ну что я могу сделать? Мы же так говорим, это как какая-то последняя, очень веская, важная причина или аргумент какой-то, ну не лежит душа. И все говорят, ну не лежит, не лежит, что тогда уже. Всем тогда всё понятно. Ну так и всё, если это понятно, посмотри, ты её можешь переложить? Не можешь. Не ты её положил в такой вариант, не ты. Просто смотри, как она лежит и иди и делай, как лежит. Так важно рассмотреть, как лежит. Вот что важно. Ну я вот, я вот рассматриваю, почему, почему лежит, например, 40, да, почему не лежит, почему не лежит ещё 40, почему я не могу, ну да, то есть я думаю, почему я вообще этим занялся, то есть я занимаюсь, я занимаюсь пением, театре, оперное пение, и вообще к этому не было никаких, я с детства просто пел, я просто любил это, я там в 3 года пародировал там за телевизор, слушал каких-то там эстрадных звёзд, просто пел, и мама сказала, в 6 лет, хочешь пойти в музыкальную школу? Ну я ребёнок говорю, ну да, хочу, и я просто ходил по приколу, знаешь, я, ну мне было неинтересно некоторые занятия, там сальфетжи, музыкальная температура, я сидел на них скучал, а просто там петь чем-то, заниматься мне нравилось, и потом я как-то вообще сказал, мам, я не хочу больше этим заниматься, то есть опять же, вот как ты говорил, папа видел, что я барабаню, отдал меня на баян, вот так же я хотел на гитаре бренчать, а меня отдали на аккордеон, я в итоге этот аккордеон бросил, и всё равно потом пошёл, и за 3 года научился, прошёл этот курс, в общем, экстерном, и научился играть на гитаре, потому что я реально хотел это сам, и потом, ну и вот у меня вопрос, а почему я этим всё равно начал, почему-то, почему-то я всё равно этим стал заниматься, не эстрадным вокалом, не КВНом, как я занимался, причём очень серьёзно, и всё равно там, словно, да, естественно, всё как-то прекратилось, и всё равно меня выбило сюда, я начинаю задавать вопросы, что к матери, что это именно любовь, ну как ты говорил, что у меня была любовь к матери, и мать этого хотела, она хотела какой-то, видимо, реализации меня в этом, вот в каком-то таком творчестве, и любовь к матери, получается, победила, в тот момент, по крайней мере. Да, там был какой-то резонанс, там был какой-то резонанс, что-то внутри тебя вибрировало, и ты не мог эту вибрацию игнорировать, то есть, возможно, да, вот такое как бы согласие с матерью, или солидарность какая-то, внутренняя солидарность с ней, радость от того, что она рада, понимаешь, может что-то быть. Ну, то есть у меня, получается, не было выбора, я просто вот шёл, опять же. Абсолютно не было. Мы идём по этому резонансу, этот резонанс не отменяется и не исправляется. Да, и получается, что вот и в профессии мне вот бывает тяжело, я смотрел твои сатсанги, и бывало так, что у меня вообще, вот просто я там учился, у меня вообще всё, ничего не складывается, не сработает, и там у нас так же там, может быть, как в твоих практиках, в йоге, что тоже надо найти своего мастера, который тебя будет учить, и я много встречал людей, как вот эта вот книга, которую ты рекомендовал, мальчик, мальчик, как это, который умеет летать. В общем, да, что там человек летать умеет, ему говорят, подожди, мы сейчас тебя научим, надо так, 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 и он раз, и всё, и не может. И я, ты знаешь, мне это так помогло, потому что я понял, что я хожу к людям, которые, возможно, возможно, я одарённее их, и чему они меня могут научить. И я поймал эту смелость, что я тоже себе авторитет. Я начал слушаться себя, начал заниматься сам, и пошёл результат. И ты знаешь, сейчас я вижу, вижу уже шарлатана, что вот этот вот, что-то не то говорит. Он в своей профессии не раскрылся, да, до вот этой осознанности, он не стал мастером своего дела. И я уже вижу, что ты мне можешь сказать, как ты можешь вообще это говорить, если я этим занимаюсь, я вообще ещё такой путь, и когда встречаешь мастера своего дела, он тебе так сидит спокойно в лицом, ну вот это сделай, вот это сделай, у тебя раз, всё получается, как по волшебной палочке. в этом ты мне, конечно, так помог, и помог в том, что ты говорил кому-то совет, что просто продолжай, просто несмотря на все неудачи, я просто продолжал, что-то само как-то цеплялось друг за друга. Вот, поэтому это, это опять же какая-то судьба, и нет выбора, что мне порекомендовали когда-то тебя посмотреть, и меня это так тронуло, что я начал, начал, и это мне помогло, собственно, прийти туда, где я сейчас. и продолжаю это делать. Ну и вот ты же видишь, ты же видишь, что все интересы проживаются, все интересы будут прожиты, невозможно не прожить свои интересы. Да. И еще Юра хотел спросить, у меня есть еще там вопросы, допустим, может быть, более какие-то интимного характера, про личную жизнь, что-то, да, вот про, то есть, ну, которые я не хотел бы публично обсуждать, например, какие варианты есть частной консультации у тебя по видеосвязи, там, по WhatsApp, по Skype. На сайте есть e-mail, на сайте есть e-mail, напиши письмо, мы с тобой обсудим, что там за тема и так далее. Сейчас все сидят пока еще в карантине, есть возможность сделать консультацию, хотя я сейчас, на самом деле, не консультирую. Ну, я понимаю, что, да, у тебя такой образ жизни, что мало времени для частных каких-то консультаций, но если, да, сейчас есть ситуация, то хорошо, я понял. На e-mail, да, там, возможно, одной беседы будет достаточно, мы поговорим и проясним, что там. Да, мне потому, что вот именно интересно с тобой как с психологом, конечно, и с духовным учителем, но меня не интересует просветление, то есть я так послушал эту тему, но мне нравится вот здесь все получать, хотя в моей профессии духовность тоже какая-то присутствует, но в ретрит куда-то особо так не тянет. Окей. Ладно, все, спасибо тебе большое, спасибо. Пожалуйста. Юра, звонков в эфир нет, есть вопросы в чате. Юра, привет. Видео «Осознанное сновидение пранаяма» с Дмитрием Михайловым. Ты говорил о комплексе из четырёх дыхательных практик. Полное дыхание раздельное на дешёдху на капалабхате. Можешь рассказать чуть подробнее, в каком ритме выполняется каждая из этих практик, а может, как-нибудь соберёшься и проведёшь, например, платный онлайн мастер-класс по очистительным пранаямам. Может, и проведу. Сейчас мы проводим онлайн-ретрит, где всё это рассказывается. Это вы должны пробовать, практиковать, дальше задавать свои вопросы и обсуждать и так далее. Это не просто мастер-класс провёл и всё. Мне надо обратная связь, как говорится, работа над ошибками. Как они практикуются? В каком режиме? В ритме? Ну, если говорить о объёме, то около 20 минут каждую я рекомендую делать. Юрий, у меня нет ценности отношений, нравится жить одной, гулять, общаться с животными, наблюдать за вниманием. Живу в кайф, доход есть, детей вырастила, партнёр обижается, что я не хочу жить вместе. Вопрос не прозвучал. Добрый день, Юра. Как понять, какая я настоящая, если, как ты говоришь, мы без других людей себя не знаем? То есть другие люди определяют мою настоящность, как почувствовать свой истинный стержень? Ну, конечно, наступает какой-то возраст. Когда я говорю о том, что мы без других людей себя не знаем, я говорю о том, как формировалась наша Личность. Она является неким набором впечатлений других людей обо мне. и этот набор впечатлений рассматривается в моём внутреннем пространстве тоже, как некий отклик. На эту тему я советую, если вы увлекаетесь, например, психологией, то есть такое направление, как психоанализ, и есть такой автор, как Лакан, который рассказывает о том, как формируются вот эти отражения. То есть я знаю себя через другого только. причём другой тоже является ну там целая система получается отражений. Вот как формируется этот образ себя. Но я считаю, что есть такая тема, как эволюция Личности, в которой рано или поздно этот образ становится зрелым, осознанным, и мы начинаем идти за пределы этой Личности. Так вот, когда мы говорим про некий стержень внутренний, мы говорим про некую зрелость, то есть способность посмотреть на себя со стороны, осознание своих болевых ограничивающих состояний и выход в некую свободу от них, вот тут и возникает стержень. Пока мы не рассмотрим свою боль, мы будем заниматься её компенсацией. и там есть жизнь, в которой я занимаюсь компенсацией боли, и есть жизнь, в которой я живу открыто и иду в то, что я хочу. То есть степень наполненности или живости или искренности здесь принципиально разная. Так вот, стержень возникает во втором варианте. В первом невозможно найти стержень. Здесь будет в основном бегство от боли. Для меня это очевидная вещь. Я когда начал работать с болью, это уже было после монастыря, после всяких самадхи, после всего, я столкнулся с тем, что личность моя имеет сильные ограничения. Я увидел, что я попадаю в болезненные состояния сам, печальные, в агрессивные и так далее. Я начал этот вопрос изучать и увидел, что по сути долгие годы, десятилетия мои, это были годы компенсации боли. И это было только открытие. А потом началась проработка. наблюдение. И это продолжается до сих пор. То есть я говорю о том, что это можно изучать, наблюдать нюансы и рассматривать как бы бесконечно. Жизнь всё время подкидывает что-то, где может проявиться новый аспект, новый нюанс и так далее. Но я сейчас не могу сказать, что я живу из компенсации боли. Сейчас это однозначно не так. То есть я понимаю, что этот процесс продолжается, но произошло нечто, что принципиально разделило внутреннее понимание или образ или осознание в том смысле, что возникла некая искренность. Если кто-то мне что-то скажет про меня, на что я раньше не хотел смотреть, то теперь у меня возникает интерес к этому. Понимаете? Вот принципиальная отличие. У меня к этому возникает интерес, возникает некое согласие и готовность туда посмотреть. Вот ключевое отличие. А если есть готовность, то мы обязательно посмотрим. Если я буду долго во что-то смотреть, я обязательно это рассмотрю. И там не будет ничего загадочного и секретного. Кто-то появился в зуме? Нет, это видимо ошибочно подключаются. Юрий, добрый день. Я понимаю, что в отношения лучше идти, когда чувствуешь себя гармонично и наполненным радостем. Но как быть, если я не чувствую, что гармоничен и радостен? Но также предлагаю, что самый быстрый способ стать таким как раз идти в отношения. Да, я считаю, что надо идти в отношения в том состоянии, в котором ты есть. И именно если ты понимаешь, что ты негармоничен и нерадостен, то эти отношения помогут тебе это проявить. То есть партнер будет для тебя неким зеркалом, который проявит или проявит эту негармонию. Если ты это осознаешь, тогда у тебя не будет конфликта, ты можешь остановиться всякий раз и попросить пояснить, что тебе не понравилось. Расскажи поподробнее, какое у тебя возникло чувство, что именно там заставляет тебе дискомфорт. То есть если ты готов в это смотреть, то именно через отношения ты это и рассмотришь подробно. Так что надо идти, надо, конечно. Юра, в каком контексте ты употребляешь понятие Бог? Да, в контексте разговора. В каждом разговоре это может быть разное. Бог может быть как милость, Бог может быть как источник, Бог может быть как мудрость, Бог как что угодно может быть. Юрий, добрый день. Вопрос такой, как понять то, что другие люди могут причинять насилие другим или тебе? Как принять то, что другие люди могут причинять насилие? Ну а как это можно не принять, если это происходит? Если это происходит, то выбора-то нет, придётся это переживать. То, что они могут, почему они это делают, ну и я по-прежнему глубоко убеждён, что основным источником причинения вреда другим является неведение или незрелость. То есть человек по неведению, он не видит ситуацию такой, как она есть на самом деле, исходя из собственной картины, считает, что вот так будет лучше. А картина искажена болью, искажена незрелостью и так далее. Не мудростью, можно так сказать. То есть мудрый человек живёт, не доставляя боль другим. Потому что у него суть мудрости заключается в том, что у него нет эгоцентричной мотивации. Когда он живёт не из эгоцентричной мотивации, он может послушать, почувствовать и настроиться на других. А пока эго ещё сильное, больное, то, конечно, боль будет доставляться. И ничего не сделаешь, это просто идёт медленно. Добрый день, Юрий. У меня очень сильное, глубинное нежелание жить после ухода любимого человека. Но это было 10 лет назад. Что с этим делать? Пойти на терапию, если за 10 лет ничего не поменялось, сходить и обсудить этот вопрос. Почему? Что там за привязанность? Почему закрытость такая? Почему стоит запрет на другие отношения? Юра, привет! У меня пара вопросов. Индивидуальное сознание, то, чем я осознаю, глаз, уши и так далее. Это то, что там? И почему все, будучи одним, чувствуют себя отдельным? Или это невозможно описать и нужно пережить? Почему чувствуют себя отдельным? Потому что тела у всех разные. Каждому выдали как бы отдельное тело и идет индивидуальный поток пяти органов восприятия. Поэтому возникает вот такая отделенность из-за отождествления с телом. У нас есть кто-то спрашивающий. У нас есть звонок. Да, поехали. Александр, добрый день. Вы в эфире. Слышно меня? Да, слышно. А, хорошо. В общем, вопрос такой, Юрий. Как ты уверен в том своем переживании, то есть уверен, что оно истинное? То есть, чтобы ты понял все правильно. Вдруг это просто как бы обманчивое переживание. Ну, как там под всякими веществами разными. Люди там во время переживания воображают себя, что они что-то там пополнили, осознали, а когда трезвеется, понимаешь, что все это было ерундой. Ты проверял истинность этого своего переживания. Дело в том, что это переживание является словно самоподтверждающим. Суть этого переживания в том, что ты видишь, что ты словно попал в нечто, что не имеет большей причины или не имеет источника. То есть, ты ясно осознаешь, что у этой вещи больше нет источника, словно нет чего-то, что еще надо узнавать. Это настолько ясно осознается, что существует как бы одна вещь, единственная вещь. Вот это попробуй настроиться. Ты увидел единственную существующую вещь, то есть ясное осознание, что кроме нее ничего нет, заканчивает поиск. Больше нечего искать. Но как бы ты пришел в единственное возможное место. И это ясность от того, что эта вещь одна, что кроме нее ничего нет. Она останавливает полностью поиск. И если ты идешь кому-то подтверждать это, значит, ты не увидел, что она существует. То есть само переживание является самоподтверждающим. Если ты идешь спрашивать, значит, ты не увидел, значит, ты не увидел, что это единственная вещь. То есть я как бы интеллектуально понимаю, но это то же самое, что ты объясняешь мне вкус чего-то. Ну да, я не понимаю этого. Но то есть я решил, тебя пристали интересовать такие вопросы, как есть ли жизнь после этой жизни, что было раньше. Нет, жизнь является феноменом в этой единственной вещи. Понимаешь, жизнь это вообще феномен. Мы жизнью называем способность двигать телом, переживать, чувствовать и так далее. Потом вот этот комплект, он теряется. Этот комплект теряется. И ты говоришь, есть ли жизнь после вот этого. Так жизнь это и есть вот этот комплект. Сознавание, сознавание это нечто гораздо большее, жизнь. Сознавание это пространство, потенциальное пространство или реальное пространство, в котором потенциально возможно всё. И есть такой феномен в нём, который называется жизнь. Жизнь это феномен в сознании. Ну, как бы надо над этим думать. Ну, то есть у тебя нет такого страха, но нет такого страха, что, грубо говоря, страха ада, гиены, вот этого всего. То есть либо ты уверен, что этого не будет, либо ты этого не боишься. Пойми, мы все, мы все уже везде были. Ты везде был. Ты везде был. Ну, пойми, это реально так. Ты везде был, потому что, когда я говорю, что ты везде был, это означает, что мы являемся общим полем. Ты сейчас проживаешь что-то, думая, что ты проживаешь это только для себя. Ты сейчас это проживаешь и для меня. То есть если называть мной ещё что-то, то тогда да. Это одно пространство, это одно единое пространство. Суть твоя и моя одна и та же. И всех муравьёв, которые пользуют по моему дому, одна и та же. Понимаешь, мы сейчас все проживаем одно. Просто у тебя внимание сейчас собралось в это тело. Внимание просто собралось. А суть сознания не поменялась. Проживание сейчас идёт всего всеми. Поэтому если случится такая форма, которая называется ад, в этом нет никакого противоречия или сопротивления. Оно случится по какой-то причине. Ну, то есть ты не боишься, что христианство окажется правым, истинным, что ты можешь попасть именно вот туда навечно, навечно. Я не приемлю концепцию греха. Вот это я не приемлю. Я не вижу, что люди грешны. Я считаю, что люди невиновны. Все невиновны. Абсолютно. Я тоже так считаю. Но хозяин тот, кто этот весь цирк вертит. Вот смотри, если ты начнёшь искать хозяина, то ты постепенно увидишь, что ты являешься хозяином. Ты являешься только не тот ты, который сейчас ты себя считаешь. И хозяин он имеет в своей основе любящее начало. Понимаешь? Не наказывающее, а любящее начало. Сомневаюсь. Теперь попробуй понять, что когда ты видишь одну вещь, одну вещь, эта вещь не может себя не любить. не знаю. Хорошо. Скажи про себя, просто про себя. Ты себя любишь? Это во-первых само понятие любовь, я не понимаю этого понятия. Что значит любишь? Что значит любишь? Ну хорошо. Ты жить дальше хочешь? Жить хочешь? Нет. Хотел бы прекратить, чтобы исчезнуть полностью, навсегда. без всяких адов, раев, встречей жизни исчезнуть как не было меня сто лет назад, чтобы в это состояние вернуться. Чтобы не быть. Вот смотри, теперь пойми, у тебя нет возможности исчезнуть. К сожалению, нет возможности. Ты вечный, понимаешь? Это страшные слова. Это прекрасные слова, потому что ты боишься этой вечности, а вечность она прекрасна. Ну а если это не так? То есть ты как-то так уверен в этом сто процентов? Да, абсолютно в этом уверен. Ты не читал рассказ Глотка, короткий рассказ Глотка Юрия Нестеренко, автор. Фантастический рассказ. Вот послушай, ты сейчас мне говоришь о каком-то варианте внимания и конкретных обстоятельствах и говоришь, что они тебе не нравятся. Если сейчас тебе наладить все обстоятельства, ты скажешь, в таком варианте я готов пожить. Такого варианта нет. Всегда есть вся жизнь я не помню момента, чтобы ты был удовлетворен. Всегда чего-то хочется еще. Даже если выпьешь алкоголя, всегда хочется еще выпить или заснуть и попротрезвлять. Даже тут не доверяй. И тут ты Поверь, вот ты сейчас являешься на самом деле бесконечностью, а говоришь о том, что ты являешься, я не знаю, твой рост метр восемьдесят, например, а сам являешься бесконечностью. Ты говоришь я устал от метра восемьдесят. Метр восемьдесят это постоянные страдания. Когда-нибудь твое внимание от этого оторвется, но не исчезнет. Оторвется просто от этого варианта, но не исчезнет. И ты увидишь, что то, где ты был и чем ты на самом деле являешься, оно не как сказать, не является ущербным, не является наказанием, не является плохим, что ли. Оно не является окончательным. Всегда есть какие-то желания, всегда что-то хочется. Именно. Именно. Наступит момент окончательности. Я именно об этом говорю. Это и есть то, что называется ты приходишь и наступает огромное облегчение. Ты как попадаешь в конечную точку, как на вершину пришел и понимаешь, что все, совпадение такое внутреннее, внешнее, все сливается. совпадение как наконец-то. Как фух такое вселенское фух наступает. Фух. Вау. Это то самое, что ты пережил. А? То самое, что ты пережил. Именно так, понимаешь? И все, и нечто внутри тебя расслабляется раз и навсегда. Оно больше не напрягается, не может напрячься эта вещь больше. Ну, то есть, ты не пробовал проверить себя, допустим, я не знаю, как даже болью какой-то физической. Я проверял разными способами и жизненными обстоятельствами, и, как ты говоришь, химикатами всякими и так далее. Не меняется эта вещь, она неизменна. Понимаешь? Ничто не может быть больше ее. Ничто не может быть больше ее. Ничто. Понятно. еще такой, как бы, технический вопрос. То есть, я когда-то тебя спрашивал в чате YouTube, ну, в чате, ну, не важно, может ли не сильно интеллектуально развитый человек достичь, хотя бы, хиан, или там, буддийских, или йоговских, ну, не будем участвовать в классификациях. То есть, ну, не сильно человек, не сильно способный к сосредоточению, не сильно внимательный, или сильно невнимательный. Ну, то есть, потому что, я смотрю, большинство людей, которые, ну, достигли чего-то в этом, ну, развитии, можно так сказать, они такие развитые. Вот ты, допустим, там, занимался серьезными вещами, ну, как, стереометрией, или как? Фотограметрия. А, ну, ну, то есть, все такие люди, они более-менее, интеллектуально развитые. А вот такой, средний, вот так сказать, ну, не особенно. Вопрос один. У него желание возникнет такое? или нет? Если возникает желание, вот посмотри, эта схема очень простая. Сначала залетает намерение, это как поворот в эту сторону, в какую-то сторону поворачивается твоя жизнь, что ли. Намерение формирует желание, желание собирает внимание, внимание собирает действие. Вот эту схему, цепочку, ее невозможно искусственно перенаправить, создать и так далее. Если возникло желание, значит, будет собрано внимание, за вниманием будет действие. Если будут действия, будет результат. Все. Ну, например, если человек любит петь и охотно поет, но у него нет слуха, то как бы он не хотел, а ничего не будет. Все это является инструментом, который формируется в результате практики. Можно сказать, что у всех идеальный слух, они только не открыли это. Это все открывается. Все открывается. При направлении туда внимание, ты начнешь точно слышать все. Ну, то есть, надо 24 на 7 заниматься. Нет, почему? Это надо иметь желание. Все. Просто простую вещь. Желание есть у тебя такое? Если желание есть, там все соберется само по себе. Но желание одно, избавиться от физической боли, когда предстоит умирать. Вот это одно желание. Смотри, наступит момент, когда ты освободишься от этой формы, освободишься по-любому. То есть, ты сейчас ею не являешься. То, чем ты сейчас воспринимаешь мир, оно не связано с телом. Сознавание этого мира и жизни, оно не связано с этим телом на самом деле. Это просто вариант твоего внимания. Этот вариант внимания рассеется. Но рассеется только вариант внимания, но неспособность сознавать. А она, по сути, абсолютно единственна и блаженна. Ты это все равно увидишь, никуда не денешься. А ты говоришь, я хочу вообще пропасть. Первое, нет такой возможности вообще пропасть. Второе, когда ты оставишь этот вариант внимания, ты попадешь в блаженное состояние. Ну а откуда же эти все рассказы у людей, переживших клиническую смерть? Я нигде не рассказываю про ады и про все остальное. Нигде не рассказываю. Не, ну у людей оказывается, есть такой опыт, что они переживали клиническую смерть и там было им очень плохо. То есть или они заблуждаются? Я говорю о том, что основа как бы основа или как бы фон или окончательная матрешка, как я ее называю, последняя матрешка или ну как бы пространство, в котором все это происходит, оно блаженно. Это я тебе клянусь, гарантирую, что хочешь, можешь верить, можешь не верить. Эта штука блаженная и вот в ней происходит сужение внимания, выделение чего-то. Как только ты что-то выделил, ты попадаешь в страдания. В каком смысле? По сравнению с этим блаженством начинаются страдания. По сравнению с блаженством тебе становится хуже, ты уменьшаешься и тебе хуже становится. Но когда ты во что-то собираешься, у тебя возникает как бы проникновение в то, во что ты собрался. И это тоже радость, некая радость. Как только ты в это проник, ты разбираешь внимание и уходишь оттуда. И ты сейчас находишься вот в этом пограничном состоянии, когда ты вот попал, проник, набрался и разочаровался. Все, больше не радует ничего. Но наступит момент, когда ты опять расширишься и будешь блаженным. Никуда ты не денешься. Никуда ты не денешься. Это я тебе клянусь просто. Ты все равно, ну это твоя природа. Это не то, что я тебе говорю, что поверь мне или что. Это твоя природа. Просто ты такой сейчас. Просто не видишь. Вот и вся история. Наступит момент, увидишь. Спасибо. Спасибо. Надо подумать еще над этими словами. Спасибо. Хорошо. У нас еще один звонок есть. Ну давайте, это последний на сегодня. Анастасия, вы в эфире, говорите. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Очень-очень рада вас слышать. Давно-давно слышу вас. У меня такой интересный опыт был. Три года назад случился, я до сих пор от него не могу никак откреститься. Была такая ситуация. Очень тяжелая стрессовая ситуация была в семье. Не находила абсолютно для себя вопросы и сидела, смотрела, слушала, сидела, мысли летали, пытались найти выход. Я не ела. Я подумала, в психике какой-то сбой произошел. Но так лучшим, возможно. Хотелось бы, что если ты сейчас идешь, то, что остановись, зафиксируй телефон и все. Вот остановись, зафиксируй телефон и давай будем разговаривать, чтобы он был неподвижным, теряется сигнал. Да, так лучше. Да. С самого начала, да? Наверное, нужно мне... Ты остановись, пожалуйста. Просто остановись. Никуда не иди, бойся. Да, да. Поехали. Давай. После стрессовой ситуации со мной, когда я села, думала об этом, наблюдала, что во мне вызывает, к чему я иду после ситуации в семье некоторой. Из-за этого наблюдения я резко начала видеть, что я не есть это тело. Я смотрела на себя и я четко... Я и раньше понимала, прекрасно думала, как глупости какие, как же вы не понимаете, что у вас внутри есть нечто ядро красивенное, которое светится, которое вами и двигает. То, что не это тело, не это есть мир, это волшебство как бы. А тут оно на уровне физики и, видимо, логики произошло так, что я вижу свое тело, осознаю, и я вижу это механизмом и оболочкой. Меня это испугало, и у меня началась некая даже паника. То есть я подумала, что у меня в психике произошел какой-то сбой из-за тяжелых мыслей, непрекращающихся, из-за того, что я сидела, вот прям, чтобы сесть внимательно, это было два дня. А так до этого я была погружена в этом месяце два-три в эти мысли. Но просидела я два дня, четко наблюдая это в спокойствии и старалась концентрироваться. И тут я осознаю, что я не есть это тело. Я его вижу. То есть вроде бы это же Настя, но это как скафандр, как оболочка. Ну да. Да. Так я живу три года, и я понимаю, что все верно. Как бы, что дальше? Пожалуйста, иди, пожалуйста, себе в космос, живи там. Ну, наслаждайся, если хочешь. Но я понимаю, что есть эта жизнь. Мне хочется многое здесь, вот именно свои чувства пробовать, видеть, наблюдать. Мне какие-то конкретные цели, мне нравится чувствовать, все органы чувств задействовать. И я кайфую этого, я хочу. Но я боюсь до сих пор видеть это тело. То есть у меня это выбирает концентрацию мою вот жизни. И я как будто между застряла, в пустыне между тем, что было, и тем, что там. И я точно не хочу уйти в это вот блаженство полное, потому что там кайфово. Но и здесь очень много такого, что хочется на кончиках пальцев чувствовать. И я иду. Чудесно. Я вижу это тело. И мне плохо от того, что у меня отвлекается на это внимание. То есть я его явно чувствую отдельным. Явно чувствую отдельным. И как бы я от этого в сто процентов не откажусь, потому что я это раз уже осознала. И уже не откажусь от этого никак. Отлично. Во-первых, ты должна понять, что ты не застряла, что это процесс, и он в тебе идёт. Этот процесс, суть его заключается в том, что рано или поздно в тебе вот эти две вроде противоречащие взгляда или две точки зрения на себя, они начнут сливаться, они сойдутся. Ты увидишь их гармоничное сочетание. Просто дай себе время, они сойдутся. Ты не застряла. Это не одно и то же. Ты каждый день другая. У тебя в этом процессе каждый день что-то происходит. Набирается какое-то новое видение, новое осознание. Оно набирается. И просто я тебе советую быть в доверии, к этому процессу. И чудесно, что у тебя не потерялся интерес к жизни. Ты видишь, что ты узнаёшь что-то, ты открываешь как бы волшебство жизни, оно продолжается. И при этом есть ясность, что ты не являешься этим. То есть на самом деле это как бы у тебя, какая-то часть тебя стала бесстрашной, вообще бесстрашной. Ты не являешься этим. То есть страх смерти уходит. Мне не страшно ни смерти, ничего. Вот этого как бы будет и будет. Ты становишься бесстрашной. И одновременно ты всё равно отойдёшь, когда на тебя трактор едет. Понимаешь? Ты же отойдёшь. Ты бесстрашная, но всё равно отойдёшь. Вот и начинается вот это совмещение. Ты понимаешь, что эти чувства не являются единственными, но они являются прекрасными. Юрий, ну я же хожу как в космосе. Понимаете? У меня это... Ну, так... Ты не одна. Спасибо. Тебе от этого легче. Мне легче. Я это понимаю. Подождите. Как бы ещё такой вопрос. Что мне с этим делать? Потому что вы очень правы насчёт доверия. Попали в точку, потому что я от этого пытаюсь как бы как от кого-то сбежать. Меня преследующего мне нужно как бы... Вроде бы я всё понимаю, но мне оно беспокойство вызывает. И стоит доверять. Спасибо вам огромное за этот совет. Настя, был такой мультик про мальчишек и бальчишек. Ты, наверное, не смотрела. Наверное, нет. По-моему, по-моему, это фраза оттуда. Там такая фраза по-моему, оттуда звучала. Держись, Настя, скоро наши подойдут. Держись. Уважаю вас. Я ещё немножко не хочу от вас отстать. У меня есть два практичных вопроса. Для меня самое ценное именно вот природа и её красота. Закаты, чувство воды и вот этого всего. Я в это так похожаюсь, что я прям растворяюсь в этом и могу исчезнуть. Как бы какая-то странная медитация на полдня. И из этого я не могу работать и функционировать как полноценный человек. То есть ну чуть ли не уйди себе в лес, лежи и как бы выращивайся помидоры и картошку и нормально будешь жить вот так вот. Но мне так не хочется, потому что у меня остались достигаторские цели. У меня ещё они есть, я знаю, они меня подкашивают. Но я до такой степени впечатлительный человек, который улетает в такой космос. Я думала, что я и моя подруга такая, ну как бы сумасшедшие две девчонки. но как бы что мне делать? Идти отжиматься или как? Чтобы заземляться? Вот смотри, эти вещи, они тебе будут распределять время и внимание, они будут распределять. Ты часть времени там будешь проводить, часть времени тут. Это соотношение этого распределения ты не регулируешь. Будут дни, когда этому больше, будут дни, когда вот этому больше. Не переживай, каждый день как-то сложится. Не пытайся их регулировать и не думай, что это будет то, как сейчас оно, что оно будет так всегда. Не думай об этом. Я поняла. То есть, это и объясняет, наверное, то, что когда меня вдруг потянуло в йогу, у меня медитации начали так происходить быстро, что меня нужно было оттуда вытягивать. Я моментально за несколько секунд я уже была в каком-то таком пространстве растворённом таком именно сладком. Знаете, вот как это объяснить? Внутри такое сладкое состояние становится. Блаженство, да, понимаю, прекрасно. И даже днём можно, открыв глаза, ходить и постоянно в нём находиться. Именно. Именно. Добро пожаловать в семью, да, как так сказать. Я когда думал, как назвать эти встречи, какое объявление вешать, мне ничего другого не пришло, как радость присутствия. Если просто человек прочитает эти два слова, он скажет, ерунда какая-то, какая радость присутствия. Что значит присутствие и почему радость? А это так и есть. Ты здесь есть, да, ты здесь существуешь, да, и это существование блаженно, реально. Хорошо. Можно ещё быстренько в плане выбора и желаний тут тоже тяжело. Оно как бы ощущается чувствами, не конкретными направленностью, а тем, что вот я хочу амбиции в плане денег взять, вот конкретную сумму и прочувствовать это, то, что у меня есть конкретная там сумма и чего-то достигла. То есть какие-то такие вот определённые пункты есть, которых я хочу, и они у меня не в определённом чём-то обрисованным, а, ну, возможно, ощущение я достигла, я обрела. То есть как бы мне, у меня мысль летает очень рассосредоточена и нету конкретной последовательности. То есть я понимаю, что за этим пунктом есть следующий. Зачем мне присутствовать в этом, если есть вон тот вот. То есть я как будто хочу охватить сразу же всё. Мне хочется и всего, и не конкретно ничего в данный момент. То есть я себя не могу взять и направить. Тут надо остановиться, какие-то дни вот выделить просто, сесть и посмотреть, куда идёт внимание, и начать писать этот список. Начни писать этот список, ты увидишь, он не бесконечный. Он вот так заполнится и начнёт по кругу идти. Ты начнёшь каким-то пунктом начнёшь возвращаться и ты увидишь, что у тебя там, допустим, 5-7 пунктов всего, а тебе кажется, ой, бесконечно. Да нет, ты их увидишь. Вот сядь просто в какие-то дни, просто попробуй уделить внимание тому, куда идёт внимание. Вот куда, какие приходят темы просто. Деньги, запиши. Дальше. Что ещё приходит? Карьера там. Ты хочешь каким-то мастером стать в каком-то там деле. Записала. Что ещё? Хочу стать значимой, возможно. Тоже есть такой... Значимой. Это очень абстрактно. Значимой, это значит... Ну да, в работе, в конкретном действии. Вот стать... Это значит стать специалистом в чём-то выше, чем в среднем уровне. Понимаешь? Вот и всё. Вот тогда получишь эту значимость. То есть ты будешь мастером в каком-то ремесле, и это будет уважаться. Всё. Ещё что? Ну вот хочу обязательно на Осту уехать этой зимой. Вот хочу и всё. Я знаю пункт, как это... Свобода перемещения. Да. Ещё что? Ещё что? Ну, я очень хочу открыть один вид бизнеса в своём городе небольшом, в Донецкой области. И я сто процентов понимаю, что это чисто творческая затея, которая не принесёт ничего, но я безумно этого хочу. То есть это... творить, создавать бизнес-пространство. Создавать бизнес-пространство. Ещё что? Мне так странно, что я семью не хочу. То есть как-то я не смогу сосредоточиться в одном человеке. То есть... Этого нету в списке. Тогда что ещё? Что ещё в списке? Пока что... Свободы, да. То есть свободы выбора. Ну, то есть не просто это сделать, надо вести до конца. Нет, свобода очень абстрактная вещь. Свобода в чём? Ты сказала, в перемещениях. Финансовая свобода. В чём ещё ты хочешь свободы? Довести до конца, потому что я многое начинаю, и мне резко становится неинтересно. Нет, довести до конца это не является целью. Я говорю о том, что, куда идёт внимание конкретно. То есть это надо понять. Там есть действия какие-то. Поехать на остров в действии, создать бизнес в действии, там стать мастером в ремесле действия. Давай ещё, что в списке ещё? Ну, творчество, музыка. Я в 10 лет занимаюсь музыкой, наверное, стоит это оформить. Отлично. Здесь так пишем творчество, музыка. Что ещё? Семь пунктов пока что. Что ещё? Ну, опять же, освоить глубже танцы, то есть такие вот моменты действия с телом, с внешностью. Обе танцы, окей. Что ещё? С внешностью изменения произвести тоже как бы есть такое желание. Девять пунктов. Дальше что? Ну, машину купить хочу. Это финансовая свобода. Она предполагает дальше все покупки. Они входят в финансовую свободу. Это уже есть. Что ещё? Наверное, всё пока что. Вот смотри, я же говорил. Десять пунктов. Десять. А ты говоришь, это бесконечно. Это не бесконечно. Десять пунктов. Вот теперь тебе надо продумать по каждому из пунктов действия, свои действия. Сесть и продумать. И всё. И весь хаос, и всё многообразие сведётся к конкретным десяти направлениям. В десяти направлениях есть конкретные действия. Всё. Хорошо. А относится к этому странная у меня отъединённость от людей. Я всегда была... У меня есть люди, с которыми общаюсь, но я отделена как будто таким невидимым коконом. Это тоже к этому относится? Стать? Нет? Все отделены. Все отделены. Все. А мне так хочется быть ближе. Я не понимаю, с чем это связано. Я вижу людей, они меня воспринимают как ненормально. Это связано с тем, что надо разделять интересы. Надо разделять интересы людей. Если ты найдёшь интересных людей, там не будет этого кокона. Всё. С ними возникает открытое состояние, открытое пространство общения. Всё. И я это всё рассказываю и параллельно понимаю, что есть гораздо более ценные вещи, и это просто надо пройти. Как-то так у меня оно... Ну, то есть, что оно всё такое... А вот теперь давай. Какие гораздо более... Какие эти вещи? Теперь список дополняется новым. Есть... Это был список обычных вещей, а есть супервещи. Какие супервещи? А? Ну, это когда я могу сесть в полном абсолютно бестревожном ощущении счастья и смотреть закаты, как я это обожаю делать. И море. Там один пункт получается. Ну да. Один. Для меня это бестревожное состояние самое ценное. Самое ценное и сладостное. Я тебе говорю, вот тебе получается два состояния. Это состояние не затронутости ничем, а это состояние затронутости ничем. Ну, такая мишура, всё, что я перечислила, эти девять пунктов, всё. Ну, как бы неважное. Да, здесь это мишура, но когда ты заходишь, летишь на остров, ты кайфуешь, когда ты летишь на остров. Ты кайфуешь. Ну, такое. Ну да. И ощущение грусти, что, ну, зачем, как бы, это всё всё равно есть. И счастье, и ощущение такое, и хорошо, и одиноко, и блаженно. Вот так вот. Ну, не нравится мне. Вот наступит момент, когда они объединятся. Когда ты можешь лететь на остров, а можешь не лететь на остров. И то, и другое будет прекрасно. Понимаешь? Они объединятся. Субтитры создавал DimaTorzok